Здесь у нас стоит уже фактически третий мотор. Один раз сделал, почку продал, печень продал, зубы вынул на ипланты отдал. Зато ездишь еще 80 тысяч километров, да? Подвеска уже поменена кучу раз, задняя полностью выкинута с редуктором, поставлена от другой машины. Родной люк сказал владельцу до свидания на скорости 250 км в час. Так называемая самосборная комплектация у нас сегодня. Продолжение следует... Меня часто спрашивают, почему я делаю мало обзоров на японские автомобили. Либо на автомобили, которые простые, дешевые и так далее. Ну а что там рассказывать? Вот если брать стандартные японские тачки, ну что там говорить? Там все просто, там все ездит, не ломается и легко потом продается. О чем там говорить? Автомобиль, четыре колеса, все ездит, там масло меняет, все будет хорошо? То ли дело вот, немецкие автомобили. Есть о чем рассказать, есть что показать, есть чем напугать и так далее. Поэтому сегодня продолжаем снимать мои любимые немецкие тачки. Сегодня у нас Audi S8. На конкретном экземпляре у нас реально почти 300 тысяч километров родного пробега. Эта машина в одних руках постоянно. Я знаю всю ее историю, что с ней происходило. Здесь у нас стоит уже фактически третий мотор. Здесь, как ни странно, еще родная коробка передач. Подвеска уже поменена кучу раз. Задняя полностью выкинута с редуктором, поставлена от другой машины. Ну вот так называемая самосборная комплектация у нас сегодня. Очень интересная особенность Audi. Они в принципе, когда делают свои автомобили, когда делают следующие поколения, когда делают рестайлинги. Они, блин, такие незначительные изменения в них вносят, что реально понимать, где что, какой дорестайлинг, какой рестайлинг, какое поколение там реально понимают только эстеты. И такая же фигня у нас здесь. S8 это спортивная версия. Здесь 450 лошадиных сил. Здесь V10. 5,2 объем. И вот чем она отличается от обычной A8. Ну да, у нас есть вот такая вот губежка. Да, у нас чуть-чуть другие фары. У нас чуть-чуть другая решетка. У нас шильдик S8. У нас должны быть, по идее, вот здесь серебристые лопухи. Но у нас вот совсем не стандартная машина. Здесь люди ездят на S8, а поставили от обычной. Машины просто потому, что стандартные алюминиевые. Они облезли, окислились, превратились в говно, короче. И вот у нас теперь вот так это все выглядит. Притом вот эта пластмассовая, а тот алюминиевый. Ну да, у нас еще тут немножко другие пороги. Еще немножко другие бампера, диски. Но в целом, в целом. Это вот, вот. Вспомните, как выглядят, допустим, М5. Как выглядят АМГ. Там. Вот, вот как они выглядят. Четкость привалила. У нас 9-летний автомобиль с пробегом 300. И, как ни странно, она в авариях не бывала. Здесь абсолютно все кузовные элементы родные. Но при этом она покрашена полностью. В 2012 году просто хотелось, чтобы машина как-то покрасивее выглядела. И вот с покраской все пошло не так. У нас облезает абсолютно каждый кузовной элемент. У нас вот такая очень замечательная штуковина на крыше. Облезшее крыло. Кстати, шильдик V10, он должен быть не тут. Он должен быть чуть выше. Тоже рукожопы не туда наклеили. Вообще, как бы, тема, что ее красили керамическим лаком, который должен быть очень прочным. Но при этом мы можем видеть, что нифига это не помогло. Он весь, машина вся в царапинах. В эксплуатационных, так сказать. И при этом все облезает. Кузов, кстати говоря, полностью алюминиевый. Поэтому вопрос о ржавчине, как бы, или о чем-то таком, что ржавеет, гниет, он полностью алюминиевый. Не как обычно бывает, там, типа, крылья, капот, двери, там, что-нибудь еще. Он вообще целиком полностью алюминиевый. Но это все фигня. Давайте говорить про самое интересное, про технику. Ну, здесь у нас без вариантов. V10, 5.2, 450 лошадиных сил. И если вы покупаете эти автомобили, ну, как бы, они уже все 7-летние, 10-летние. И, ну, вот, давайте погнали. Например, налог 67 тысяч рублей в год. Вот эта вот пластмассовая морда, вот просто сам бампер, сама накладка 40 тысяч. Тут два ТНВД. Здесь мотор с непосредственным впрыском. Здесь каждая форсунка стоит порядка 8 тысяч рублей. Их тут 10. Каждая свеча по 1000 рублей. Их, соответственно, тоже 10. Катушки зажигания тоже 10 штук. По примерно 4 тысячи рублей каждая. Два фильтра воздушных. То есть, лимитарно, воздушный фильтр поменять будет пятеру стоить. Это что не касаясь самого мотора. То есть, если лезть в сам мотор и в ремонт, что с ним что-то произойдет, это будет очень дорого, поверьте. Вот конкретно на этом автомобиле первый мотор, который был изначально штатный, в нем стоял. Примерно на 110 тысячах катализаторы уже засрались, расплавились, разрушились. Их засосало в обратку и задрало пятый и десятый цилиндр. Сначала еще люди не знали, что такое куланс. И что можно как-то попытаться у дилера отжать еще новый мотор и все такое. Они решили его, как обычно, заколхозить. Загильзовали. Как бы много народу такие говорят, что вот можно гильзовать моторы. Там, если что, капиталочка, туда-сюда. Но я всегда во всех обзорах говорю, что очень важно найти нормальных специалистов. И здесь специалисты, вот самый, ну, очень частый случай, когда специалисты оказались рукожопами. В итоге блок треснул, отъездило это недолго, мотор выкинули. И в итоге все-таки люди поставили сюда новый мотор. За сколько не сознаются. БУшный мотор контрактный сюда воткнуть стоит по сегодняшним меркам, ну, примерно там от 200 тысяч и выше. Новые это вообще безумие. Новые, скорее всего, и квартиру быстрее купить, чем мотор в этот автомобиль. И, исходя из стоимости автомобиля, на сегодняшний день вот эти все тачки, они стоят примерно, ну, где-то самые там мертвые начинаются за 700-800. А более-менее адекватные варианты 1.4 и 1.5. Я вам в описании сейчас ссылочку вставлю. Можете зайти на вторую и посмотреть вообще, что там происходит. Ну, на самом деле вариантов не сильно много и они прикольные. Реально, порзать можно что-нибудь, посмотреть в каком состоянии там тачки продаются вообще. А так, в целом, по сравнению со всеми остальными моторами от Audi, от Vag Group, это, в принципе, мотор надежный. То есть, тут единственное, что может быть там цепи, нужно тоже внимательно за ними следить, чтобы они не растягивались вовремя, там все дело менять и все такое. Хороший бензин, хорошее масло и будет этот мотор ездить. Опять же, катализаторы при первой же возможности надо выкидывать, иначе мотор задерут. Коробка, что самое странное, стоит родная еще. Здесь стоит ZF5HP24. Коробка, в принципе, надежная, но то, что она прошла 300 тысяч, это тоже достижение. Потому что обычно как бы их убивают пораньше. Масло там забывают поменять, либо еще там застрянут где-нибудь. Я не знаю, правда, каким нужно обладать уровнем интеллекта, чтобы на этом автомобиле лезть в снег, в грязь, либо что-нибудь подобное. Но, тем не менее, такие случаи случаются, поэтому как бы тоже надо внимательно смотреть. По-подвески я вам просто скажу, что здесь пневма, очень много рычажка еще, вдобавок к этому. И один пневмобаллон стоит примерно 80 тысяч рублей. Я думаю, вам этой информации хватит. Он, кстати, очень-очень работает тихо на холостых. Ну, только ты поднажмешь. Да, очень круто, ребят. Прямо, только ты касаешься газа, он сразу слышно, как он там через всю свою впускную систему хапает в воздух. На сегодняшний день такая машина новая стоит, ну, от 7, по-моему, с половиной миллионов рублей или как-то так. Понятное дело, там, да, там уже другой автомобиль, там другое все. Но, тем не менее, как бы уровень-то остался примерно тот же. Это, по сути, 2003 год. На этой же платформе сделан Bentley Continental, в котором я тоже ездил. Тоже космическая тачка. Тут не родной люк, потому что родной люк сказал владельцу до свидания на скорости 250 км в час. Притом он был закрыт, но, видимо, что в какой-то момент просто люку так все надоело это. И он решил сказать до свидания и реально улетел как бы на скорость. Это же у нас S8, вышка, все дела, технологии. И здесь не можно ставить обычный люк. С завода здесь идет люк со встроенной солнечной батареей. От этой солнечной батареи как бы подзаряжается слегка аккумулятор и работает постоянно климат-контроль. То есть, когда машина у вас стоит на жаре закрытая, у вас постоянно тут все продувается, чтобы вы в горячий салон не сели. Это прикольно, да. Но, когда люк улетел, ребята сходили, посмотрели, сколько стоят запчасти и решили, что поставим-ка мы от обычной A8. Обычный люк за 10 тысяч рублей и все будет хорошо. Да, бэушный, кстати, естественно. Но это, конечно, не 10 тысяч стоит. А с солнечной батарейкой... Не надо вам знать, сколько стоит люк с солнечной батарейкой. Да, у нас сейчас фактически 280 тысяч пробег. Вот стандартный аудюшный фольксвагеновский руль со стандартным материалом. Он вообще нормально выглядит, я могу сказать. Даже очень хорошо выглядит для своих лет и для своего пробега. Но просто потому, что большая часть пробега была трассовой. Но я вот очень часто, когда мы ездим, подбираем тачки, очень часто вижу людей, которые вот с таким журлем примерно. Это, во, 50 тысяч пробега, все, огонь. Ничего не смотрел, а не-не-не-не-не, когда все, родной пробег. Все, обслуживал в гараже, сервисной книжки не покажу, но вообще все, огонь. Точно-точно родной, точно родной. Вот, и сиденья у нас уже, кожа что здесь, что здесь уже так, ну, видно, что уже подустала чуть-чуть. Но, на самом деле, опять же, не критично. Не критично. Все могло быть намного хуже с таким-то пробегом. У нас тут металлические лепестки, блин, все еще, все такое. Подлокотники только скрипят. И один из них сломался. Кнопки все не облезли, ничего с ними не произошло. Все, вот, ее отхимчистить по-хорошему, прям вот душевно отхимчистить, она будет почти что как новая по салону. Алюминий тоже ничего, не затертый, ничего с ним не произошло, не поцарапанный. Все, вот здесь тоже, вот только поцарапано. Но, опять же, вот эта накладка у меня в четверке, она точно такая же, абсолютно точно такая же. Она просто вся вообще вытерта уже москвозь, зацарапана здесь, все хорошо. Хотя, кстати, на этом автомобиле пробег больше, чем на моей четверке. Частая проблема вот с дисплеем ММА, который вот так вот вылезает, он часто бывает там в направляющих застревает, начинает трещать, никуда не ехать, и это все нужно менять. Здесь тоже все работает. Он родной? Штатный еще? Ничего с ним не делали? Мениный. Мениный уже? Ну вот, в первые два года существования этого автомобиля, его поменяли уже по гарантии, вот помененный уже живет в какое-то время. Все, не могу я больше ничего вам говорить, блин, я хочу на ней кататься. Все, тут нечего мне больше тут сказать. Это не та машина, про которую нужно говорить, когда она стоит незаведенная. Поехали. По первым ощущениям могу сказать, что он реально очень похож на Бентли. Единственное, что Бентли, там мотор другой, там дубль, которых в S8 не бывает в принципе, а дубль бывает только в A8 в обычной лонговой. Дубль тяжелее сам по себе, там на 100 с лишним килограмм, поэтому, ну, получается сильно перегруженная морда. Поэтому в S8 стоит другой мотор. Дорога просто отвратительная, но мы это вообще не чувствуем, потому что у нас пневмо. Очень многорычажная подвеска, не забывайте. Но в этом есть проблема, что, ну, вы можете реально быстро ехать по плохой дороге, и это ничем хорошим не кончится. Потому что у вас колеса станут очень быстро квадратными, плюс, как бы, подвески будут уже довольно плохо. Она мягкая, комфортная, она много чего стерпит. Но будете ли вы потом терпеть чеки на обслуживание? Вопрос. Блин, скорости не чувствуется вообще. Совсем. То есть, вот я сейчас по ощущениям еду километров 40-50, а мы, по факту, едем 80. И, ну, вот такая разница. То есть, как бы, автомобиль длинный, здоровый, большой, тяжелый. И, ну, кстати, по меркам класса она легкая. Но в целом, то есть, два с хвостом она весит, по-моему, 2,200. Тяжелый автомобиль, она идет очень плавно, очень комфортно. Так, 280, ты это вообще не чувствуешь. То есть, на четверке уже, вот, ну, вот, там все совсем понятно, что, блин, там реально уже большой пробег и все такое. Там все воет, все скрипит, все разваливается, ну, как бы, вот. Не прямо, конечно, так все плохо, но в целом ты постоянно что-то слышишь. Какие-то звуки какие-то непонятные, понимаешь, что вот там что-то уже не так. Тут что-то не... Здесь еще все огонь. Реально. То есть, за этой машиной следят. У нее все чинят сразу при первой же, вот, при первом же кипише сразу все чинится. И без Краилова, без экономии. Все как и должно быть. Был бы на ней пробег, там, 120, например. Я думаю, она бы чувствовалась, я бы точно так же вообще. В потоке мы, ну, вот, типа 130. Типа, вообще без проблем. Просто, типа, ты нажимаешь и 130. Мы сейчас, конечно, в потоке не разгонимся нифига вообще. Потому что, ну, впереди едет Opel Zafira и, как бы... А, это не Zafira, это Astro Universal. Ну, как бы, а перед ней Vectra. Отличная компания, с кем можно погоняться. Готовы? Раз, два, погнали! Ты едешь, по сути, в спортивном автомобиле, ну, в заряженной версии. То есть, тут реально очень мощный мотор и подготовленная тачка. Но тебе так хорошо. Ты такой расслабленный весь, как бы, все хорошо, все классно. Все мягко, комфортно. Но ты никого не слышишь. Конечно, заслуга пневмы, потому что автомобиль на пневме, он всегда намного более комфортный, плавный и так далее. По поводу, вообще, звуков, как бы, в машине нифига не слышно. Потому что здесь двойной стеклопакет. Здесь, ну, как бы, естественно, само собой все очень хорошо с шумоизоляцией. Но вот именно тот момент, когда ты нажимаешь на педаль, открываются заслонки на выхлопе. Я так понимаю, что он становится просто прямоточным. И тут, ну, реально очень клевый звук. Ну, вот, типа, сейчас 100. 120, 130, 140, 150. Бодренько. Блин, ребята, я еду на ИС-8. Дайте мне, пожалуйста, меня фура обгоняет. Все, это, это, это дно, по-моему. Меня обогнала фура и Вольво. Он реально сбрасывает очень быстро. То есть, нет задержки, вообще, никаких не затупов, ничего. Просто сразу кидает. И рычит клево. На дубле, там, на W12 более такой низкий звук. Здесь он... Ну, я не знаю, как объяснить. Он тут более злой, это точно. Он прям такой, вообще, ну, злой очень. А на дубле он более низкий и более такой, что ли, объемный. Я не знаю, как. Но это круто. Я не могу сказать, что лучше. Дубль или вот этот вот V10. Они оба хороши. Они оба крутые. На, посмотри, сколько едет. 140. Чувствуется, как соточка, да, вообще, без права. 90, соточка. Ну, потому что машина, как бы, совершенно другого класса. То есть, у тебя не совпадают эмоции, вот, и ощущения от обычных автомобилей. По шумоизоляции, по всему, вообще. Давно я на подобных автомобилях не ездил. Последний был Bentley. И это было год назад. Даже не год назад это было. Даже больше. В общем, что-то советовать по покупке этого автомобиля, ну, я считаю, бессмысленным. Потому что траты на содержание, как и, собственно, удовольствие от того, что вы будете владеть этим автомобилем, они просто, ну, они огромные. Только вам самим решать, вообще, нужно вам такое, не нужно вам такое. Хотите вы такой автомобиль, стоит вам за него платить столько денег и так далее. Как вторым, третьим, четвертым автомобилем в семью, чисто для развлечений. Возможно, но, опять же, такой большой, зачем? Если вам нужна машина просто повжигать, то, наверное, ну, логичнее будет купить, там, RS6, например. Но, в целом, автомобиль очень крутой. Мне очень понравился. Если вы все-таки хотите купить что-то подобное, то опирайтесь на то, чтобы был минимальный пробег, чтобы была абсолютно прозрачна вся история, потому что эти машины должны быть, должны обслуживаться на дилере. Должна быть вся история. Должно быть все просто, понятно, прозрачно. Один владелец, опять же. И только полная диагностика, опять же, у дилеров с эндоскопией, с замером компрессии, там, всеми возможными проверками. Эти автомобили нужно проверять просто вот до болта. В целом, такой обзор. Спасибо большое, что досмотрели до конца. И увидимся в следующем видео. Здесь у нас стоит уже фактически третий мотор. Один раз сделал, почку продал, печень продал, зубы вынул, наипланты отдал. Зато ездишь еще 80 тысяч километров, да? Подвеска уже поменена кучу раз, задняя полностью выкинута, с редуктором поставлена от другой машины. Родной люк сказал владельцу до свидания на скорости 250 км в час. Так называемая самосборная комплектация у нас сегодня. Так называемая самосборная комплектация у нас сегодня. У меня часто спрашивают, почему я делаю мало обзоров на японские автомобили. Либо на автомобили, которые простые, дешевые и так далее. Ну, а что там рассказывать? Вот если брать стандартные японские тачки, ну, что там говорить? Там все просто. Там все ездит, не ломается и легко потом продается. О чем там говорить? Автомобиль, четыре колеса, все ездит, масло меняет, все будет хорошо? То ли дело вот, немецкие автомобили, есть о чем рассказать, есть что показать, есть чем напугать и так далее. Поэтому сегодня продолжаем снимать мои любимые немецкие тачки. Сегодня у нас Audi S8. На конкретном экземпляре у нас реально почти 300 тысяч километров родного пробега. Эта машина в одних руках постоянно. Я знаю всю ее историю, что с ней происходило. Здесь у нас стоит уже фактически третий мотор. Здесь, как ни странно, еще родная коробка передач. Подвеска уже поменена кучу раз. Задняя полностью выкинута с редуктором, поставлена от другой машины. Ну, вот так называемая самосборная комплектация у нас сегодня. Очень интересная особенность Audi. Они, в принципе, когда делают свои автомобили, когда делают следующие поколения, когда делают рестайлинги, они, блин, такие незначительные изменения в них вносят, что реально понимать, где что, какой дорестайлинг, какой рестайлинг, какое поколение там реально понимают только эстеты. И такая же фигня у нас здесь. S8, это спортивная версия. Здесь 450 лошадиных сил, здесь V10, 5,2 объем. И вот чем она отличается от обычной A8? Ну, да, у нас есть вот такая вот губежка. Да, у нас чуть-чуть другие фары, у нас чуть-чуть другая решетка, у нас шильдик S8. У нас должны быть, по идее, вот здесь серебристые лопухи, но у нас вот совсем нестандартная машина. Здесь люди ездят на S8, а поставили от обычной. Машины просто потому, что стандартные алюминиевые, они облезли, окислились, превратились в говно, короче, и вот у нас теперь вот так это все выглядит. Притом вот эта пластмассовая, тот алюминиевый. Ну да, у нас еще тут немножко другие пороги, еще немножко другие бампера, диски. Ну, в целом, в целом, это вот, вот, вспомните, как выглядят, допустим, М5, как выглядят АМГ. Там, вот, вот как они выглядят. Четкость привалила. У нас 9-летний автомобиль с пробегом 300, и, как ни странно, она в авариях не бывала, здесь абсолютно все кузовные элементы родные, но при этом она покрашена полностью. В 12-м году просто хотелось, чтобы машина как-то покрасивее выглядела. И вот с покраской все пошло не так. У нас облезает абсолютно каждый кузовной элемент. У нас вот такая очень замечательная штуковина на крыше, облезшее крыло. Кстати, шильдик В10, он должен быть не тут, он должен быть чуть выше. Тоже рукожопы не туда наклеили. Вообще, как бы, тема, что ее красили керамическим лаком, который должен быть очень прочным, но при этом мы можем видеть, что нифига это не помогло. Он весь, машина вся в царапинах, в эксплуатационных, так сказать, и при этом все облезает. Кузов, кстати говоря, полностью алюминиевый, и, как бы, поэтому вопрос о ржавчине, как бы, или о чем-то таком, что ржавеет, гниет, он полностью алюминиевый. Не как обычно бывает, там, типа, крылья, капот, двери, там, что-нибудь еще, он вообще целиком полностью алюминиевый. Но это все фигня, давайте говорить про самое интересное, про технику. Ну, здесь у нас без вариантов. В10, 5.2, 450 лошадиных сил. И, если вы покупаете эти автомобили, ну, как бы, они уже все 7-летние, 10-летние, и, ну, вот, давайте погнали, например. Налог 67 тысяч рублей в год. Вот эта вот пластмассовая морда, вот просто сам бампер, сама накладка, 40 тысяч. Тут два ТНВД, здесь мотор с непосредственным впрыском, здесь каждая форсунка стоит порядка 8 тысяч рублей. Их тут 10. Каждая свеча по тысяче рублей, их, соответственно, тоже 10. Катушки зажигания тоже 10 штук по примерно 4 тысячи рублей каждая. Два фильтра воздушных, то есть, имитально, воздушный фильтр поменять будет пятеру стоить. Это что не касаясь самого мотора. То есть, если лезть в сам мотор и в ремонт, что с ним что-то произойдет, это будет очень дорого, поверьте. Вот конкретно на этом автомобиле первый мотор, который был изначально штатный, в нем стоял. Примерно на 110 тысячах катализаторы уже засрались, расплавились, разрушились, их засосало в обратку и задрало пятый и десятый цилиндр. Сначала еще люди не знали, что такое Куланс и что можно как-то попытаться у дилера отжать еще новый мотор и все такое. Они решили его, как обычно, заколхозить, загильзовали. Как бы много народу такие говорят, что вот можно гильзовать моторы, там если что, капиталочка, туда-сюда. Но я всегда во всех обзорах говорю, что очень важно найти нормальных специалистов. И здесь специалисты, вот самый, ну, очень частый случай, когда специалисты оказались рукожопами, в итоге блок треснул, отъездил это недолго, мотор выкинули. И в итоге все-таки люди поставили сюда новый мотор, за сколько не сознаются. БУшный мотор контрактный сюда воткнуть стоит по сегодняшним меркам, ну, примерно там от 200 тысяч и выше. Новые, это вообще безумие. Новые, скорее всего, и квартиру быстрее купить, чем мотор в этот автомобиль. И, исходя из стоимости автомобиля, на сегодняшний день вот эти все тачки, они стоят примерно, ну, где-то самые там мертвые начинаются за 700-800, а более-менее адекватные варианты 1.4-1.5. Я вам в описании сейчас ссылочку ставлю, можете зайти на вторую и посмотреть вообще, что там происходит. Ну, на самом деле, вариантов не сильно много, и они прикольные. Реально, порзать можно, посмотреть, в каком состоянии там тачки продаются вообще. А так, в целом, по сравнению со всеми остальными моторами от Audi, от Vag Group, это, в принципе, мотор надежный. То есть, тут единственное, что может быть, там цепи нужно тоже внимательно за ним следить, чтобы они не растягивались вовремя, там, что-то дело менять и все такое. Хороший бензин, хорошее масло, и будет этот мотор ездить. Опять же, катализаторы при первой же возможности надо выкидывать, иначе мотор задерет. Коробка, что самое странное, стоит родная еще. Здесь стоит ZF5HP24, коробка, в принципе, надежная, но то, что она прошла 300 тысяч, это тоже достижение, потому что обычно, как бы, их убивают пораньше. Масло там забывают поменять, либо еще там застрянут где-нибудь, я не знаю, правда, каким нужно будет обладать уровнем интеллекта, чтобы на этом автомобиле лезть в снег, в грязь, либо что-нибудь подобное, но, тем не менее, такие случаи случаются, поэтому, как бы, тоже надо внимательно смотреть. По-подвески я просто скажу, что здесь пневма, очень много рычажка еще, к добавок к этому, и один пневмобаллон стоит примерно 80 тысяч рублей. Я думаю, вам этой информации хватит. Он, кстати, очень-очень работает тихо на холостых, но только ты поднажмешь. Да, очень круто, ребят. Когда только ты касаешься газа, он сразу слышно, как он там через всю свою впускную систему хапает в воздух, так. На сегодняшний день такая машина новая стоит, ну, от 7, по-моему, с половиной миллионов рублей, или как-то так. Понятное дело, там, да, там уже другой автомобиль, там другое все, но, тем не менее, как бы уровень-то остался примерно тот же. Это, по сути, 2003 год. На этой же платформе сделан Bentley Continental, в котором я тоже ездил. Тоже космическая тачка. Тут не родной люк, потому что родной люк сказал владельцу до свидания на скорости 250 км в час. Притом он был закрыт, но, видимо, что в какой-то момент просто люк...